Центр города Красноярска, мира 84, ходят утки. Оживлённый полдень, самый центр города. Дикие утки спокойно бродят по тротуару. Их не смущают ни люди, ни проезжающие мимо транспорт. Кряквы совершенно невозмутимы. А это уже район Студгородка. Здесь водоплавающие бороздят просторы, огромные лужи и тоже ничего не боятся. По словам орнитологов, на одном только озере Бугач обитает около 50 утиных выводков. Хотя в дикой природе их было бы 5 или 6, не больше. Человек создал для них благоприятную зону обитания. Охоты нет, преследований нет. Соответственно, здесь они адаптировались. И хорошо себя чувствуют. По нашим данным, вот эти популяции кряквы, которые обитают в окрестностях города, они точно участвуют в сопуляции вот того же пресловутого гриппа птиц, который был у нас в прошлые годы. Этот вирус может передаться и голубям, которых в городе в разы больше, чем уток. К тому же кормятся они зачастую в одних и тех же местах. Еще один переносчик опасной заразы – суслики. Забавные грызуны давно заполонили остров Татышев, но нередко встречаются они и в других частях города. В любом случае это дикие животные, поэтому не стоит с ними обращаться, так как с домашними, прирученными кошками и собаками. То есть в любом случае может появиться неадекватное, так сказать, с нашей точки зрения поведение. Поэтому быть бдительным и внимательным, стараться не играть, чтобы не получить травму. Но бесстрашные красноярцы, несмотря на предупреждение, без всякой опаски продолжают подкармливать грызунов и диких птиц. Интересно, что многие знают о потенциальной угрозе, но поделать с собой ничего не могут, ведь животные такие милые. Мы же их не трогаем на расстоянии, кидаем хлеб, руками не трогаем. То есть да и они не подходят как бы. Просто детям нравится очень, поэтому безобидным кажется животное, поэтому кормим. То, что они разнесут заразу, ну мало ли, вероятно, конечно. Вы хотите сказать, что их истреблять надо? Нет. Вы мне к этому подводите? Нет. Пусть живут. И суслики, и белки, и вороны, и все остальные. Ну, конечно, к воронам не очень хорошие отношения, но что за ними теперь за всеми бегать? Ну живут и живут. Не мешают. Сегодня мы обзвонили множество ведомств, и что интересно, ни одно из них популяцию диких птиц и животных, обитающих в городе, не отслеживает. С проверкой может выехать только ветнодзор, и то только после обращения пострадавшего, или в случае массовой гибели тех же уток или сусликов. В одном специалисты сходятся, и тех, и других в последние годы стало заметно больше. Специалисты уверяют, что ни в Красноярске, ни в его окрестностях, ни среди птиц, ни тем более грызунов опасных болезней обнаружено не было. Но если вы не удержались и все-таки решили с рук покормить милого суслика, то после этого лучше, как минимум, протереть руки. А то, мало ли, что может случиться. Сергей Сеславин, Павел Пателицын, Енисей. Новости.